Дача Долгожданное для дачников нововведение принесло вместе с собой ряд бонусов. Главное – возможность оформить прописку. Получить статус постоянного места проживания может дом, который отвечает бытовым требованиям. Так он должен иметь ванную, туалет, кухню и жилую комнату. Другой принципиально важный момент – место расположения постройки. Надо понимать, что индивидуальный жилой дом может находиться только в трех территориальных зонах. Это либо частный сектор в границах населенного пункта, в границах коттеджного поселка, либо в границах садоводческого объединения. Просто так отдельные участки, повисшие в воздухе, без территориальной зоны быть не могут. Другое изменение в законодательстве дает дачникам право выбора – вступать в члены садоводческого товарищества или нет. Индивидуалы и участники дачных объединений уравнены в правах и обязанностях. Теперь хлопоты по содержанию общего имущества ложатся на плечи всех владельцев земельных участков. Делать необходимые для этого денежные взносы должны как индивидуалы, так и члены СНТ. В случае отказа товарищество имеет право обратиться в суд. Членство на сегодня дает только единственное право – это право участвовать в выборах председателя, правления, ревизионной комиссии, право голосовать за устав. Все остальные вопросы – это деньги и земельные участки общего пользования, создания инфраструктуры. За это голосуют все собственники земельных участков в границах территории СНТ. Фёдор Мезенцев обсудил с председателями СНТ и другие перспективы развития садоводческих товариществ. Участники встречи рассмотрели вопросы упрощённой регистрации объектов подачной амнистии, благоустройства территории, дорожного хозяйства и экологии. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.